всем привет с вами сайт soul finder сегодня студии очередная новинка nike zoom гиперреф 2015 это попытка продолжить популярную линейку баскетбольных кроссов гиперреф первая гипер новинка года предыдущая модель оказалась безумно популярной у наших российских профессионалов наши профессиональные игроки с удовольствием брали потому что они очень легкие мягкие для них видимо удобные и но это наверняка не только для нашего рынка но эту модель поставляют сейчас сразу в пяти цветах в россию на старте продаж это довольно большая цифра у я в руках держу любопытный цвет принадлежащий полу джорджа вот его логотипчик пол джордж сожалению парень травмирован к сожалению очень серьезно был травмирован и все это накладывает некий отпечаток на наше восприятие и его и любого примет упоминания о нем но тем не менее мы сегодня как бы постараемся не затрагиваю страшную тему травм в нба поэтому просто поговорим о кроссовках цвет который выполнен имеет такое косвенное отношение с эти вот значок золотой вот свет на него попадает только так видно что он золотой а так кажется что он белый этот цвет имеет мало отношения к индиане на мой взгляд существует другой цвет который пока недоступен в россии желто-синий он соответственно больше совпадает модель выполнена полностью из синтетики здесь никаких даже близко к натуральным материалов материалом нет на носовой части вы видите запаяны носок который должен обезопасить большой палец ну как обезопасить его не от случайного нападения 300 килограммового центрового обезопасить чтобы он не вылез наружу только это сможет сделать выполнены они из сетки но такая сетка сейчас периодически используется на разных моделях где-то на lebron 9 наверно она взяла свое начало на основной на основной части кроссовка вы можете видеть только четыре петли причем они все не жесткие но такие гибкие и при этом уплотнены резиновой окантовкой и связаны с нитями flywire то есть нити flywire они все же имеют место быть пока что пока мы еще от них полностью не ушли здесь они просвечиваются создает такой некий эффект гермесовских башмаков две дополнительные петли на области дополнительной фиксации стягивающиеся с пяткой это силиконовый такой глянцево-матовый материал он вообще не жесткий он очень мягкий и по сути не выполняет функцию поддержки стопы это не жесткий пластиковый фиксатор поэтому система шнуровки лично мне кажется довольно странные при условии что это очень мягкие кроссовки вы помните как я поступил с предыдущей версии кто не помнит тот может найти ну этот кроссовок я пока мочить не буду я достану второй и на нем покажу насколько мягкий корпус у этих кроссовок на язычке вы видите отверстие для вентиляции то есть это единственная на такой близкий к стандартным материалом который мы привыкли видеть внутри это все сапожок ну так даже говорить нам нельзя потому что в принципе сапог потому что это отстающая часть она лишь прикрывает сапожок вот вы можете видеть в общем как и предыдущей модели но эти проще честно говоря одеть чем предыдущие с внутренней стороны особо интересного ничего нет области пятки значок nike нейлоновая нить соединен с петлей и удобство одевания уходит туда глубину соответственно ничего с ней не сделаете на подошве можем видеть тракторную такое тракторный рисунок который популярен сейчас на всех моделях вы можете видеть что он даже выступает с внешней стороны нечто напоминающие кайри своей идеей но тем не менее материал здесь очень грубый жесткий я думаю что такой материал вообще не будет иметь никакого сцепления с любой поверхностью резиновый материал который здесь на этой модели белый он конечно получше наверное будет неплохо цепляться в области пятки он закругляется в общем цельное такое полотно здесь можно увидеть надпись nike zoom собственно это тот самый баллон зум который и обеспечивает ту мягкость заявлено это просто пена ничего особенно интересного нет могли бы сделать это было интересно но то что не сделали это не интересно просто это такое решение еще вот второй кроссовок я бы хотел конечно воспользоваться своим патентом и сказать что он предварительно расшнурован он предварительно не расшнурован что шнуровать вообще нечего вот насколько мягкие кроссовки гиперриф 2015 года сейчас все скажут такое можно сделать с каждым кроссовком ну да да конечно можно но только эти очень мягкие и собственно это я и пытаюсь вам продемонстрировать они очень мягкие шаткость валкость вот в этой части эта зона она все же как-то фиксирует вот это вот задняя пятка а передняя часть практически нет ну это в общем не всем нужно если вы используете типирование перед игрой то какая вам собственно разница что у вас будет на ногах главное чтобы она не слетала во время бега гиперриф 2015 года наверняка получит популярность не меньше чем свой предшественник и может быть даже в следующем году мы увидим нечто нечто иное в продолжении линейки а с вами был сайт soulfinder до новых встреч друзья